Сегодня мы будем с вами продолжать историю. Это книга-зажигалка, которую написала я. По сути, это такая история, как тут у меня написано, история успеха и главные инсайты, которыми я делюсь щедро на своих страницах. Ну, поскольку успех – это понятие очень растяжимое, но, по крайней мере, это мой путь, опыт, не придуманный, не сделанный. И в этой книге я о нем рассказывала. Поэтому давайте будем с вами начинать. А уже кто присоединится, тот присоединится. Остальные посмотрят в записи. Итак, мы закончили… На чем же мы закончили? В общем, мы закончили на том, что я искала проекты, в которые я могла бы влюбиться и чем бы я могла дальше заняться после свадеб. Осенью 2016-го мы решили запустить онлайн-марафон. Это классные программы, которые я обычно провожу в мессенджерах и которые прекрасно воспринимаются всеми, кто меня знает и любит. В этот раз мы решили придумать что-то нестандартное. Вдруг в голову пришла идея запустить реальный бизнес и пошагово показать, как именно мы это будем делать. Но, как это часто бывает, начали мы запускать один бизнес, а в процессе программы через две недели приняли решение заняться цветочным направлением. Так родилась наша цветочная компания PinkBar. То есть это был марафон, в котором мы предлагали людям в реальном режиме времени наблюдать за тем, как мы запускаем абсолютно новый бизнес. И давали рекомендации, делились опытом и так далее. И вот две недели мы запускали бизнес, который был связан с едой. И через две недели мы поняли, что это не то направление и что мы вдруг неожиданно будем запускать цветочную компанию. Многие люди были в шоке и недоумевали. Цветы? Как? Зачем? Скажу честно, это была идея моего мужа и его желание построить бизнес, в котором бы я не была главной героиней. Знаю, о чем вы сейчас подумали, но нет. Дело было отнюдь не в том, что муж хотел, чтобы бизнес был неуводим и так далее. Просто он постоянно испытывал чувство вины, что все тренинги, свадьбы, конференции и прочие направления лежали всегда на моих плечах. И хотя всю основную, невидимую работу выполняла команда во главе с ним, на сцену все же приходилось выходить мне, несмотря ни на беременности, ни на наличие маленьких детей. Поэтому Сережа очень хотел что-то делать без моего непосредственного участия. Мне эта идея тоже показалась интересной. Учитывая, что я серьезно изучала все процессы упаковки и маркетинга, цветочное направление стало для меня своеобразным вызовом. Пожалуй, об этом бизнесе я могла бы написать целую книгу. Впрочем, нечто подобное мы и написали. Но все же эту историю я оставлю при себе. У нас, кстати, есть отдельная книга о том, как мы создали пинг-бар, о том, как вообще все это происходило. То есть это была цветочная сеть, она и есть, мы ее продали. Тут я об этом уже расскажу. Вот мы ее продали, она работает. Но, в общем, мы ее продали. Сейчас, наверное, тут в этой книге чуть-чуть об этом рассказывается. Не знаю. Но все же эту историю я оставлю при себе, и не потому, что она полна драматизма или тайн. Нет, для этого есть совсем другие причины. Мы дали себе год на то, чтобы выстроить все системы и подумать над тем, что будет дальше. Будем ли мы развивать этот бизнес или продавать, а может, просто закроем. Через полтора года я продала большую часть доли бизнеса другой цветочной компании, решив, что пришло время полностью посвятить себя любимому делу. На самом деле, одно из крутейших качеств, которые мне удалось себе прокачать за 10 лет в бизнесе, это отсутствие страха закрывать одни двери и открывать другие. Ведь каждый делает меня сильнее, мудрее и лучше. Пожалуй, на этом пункте я остановлю свою биографию и расскажу вам то, что мне действительно кажется важным. То, что может изменить и вас, и вашу жизнь, и то, что к своим 35 годам я смогла понять об этой жизни. Ведь мне хочется, чтобы эта книга помогла вам измениться, убрала у вас страхи и ограничения. Я не хочу, чтобы вы восхищались мной. Я хочу, чтобы вы, наконец, стали восхищаться собой. Потому что это действительно важно. Поэтому следующую часть книги я хочу посвятить самой важной информации, которой я на данный момент владею. И нет, это не причитано мной в книгах. Это мой опыт и мои выводы. Я не хочу, чтобы вы воспринимали их как нравоучения, правила или постулаты. Потому что нет ничего правильного и неправильного. Есть то, во что вы верите, и нет. Ваша правда всегда остается вашей. Поэтому просто прочтите и сделайте с этим все, что захотите. Но я бы все-таки хотела... Я знаю, что история с цветами очень интересна для многих. Как этот вообще проект жил. Я, наверное, немножечко об этом расскажу. Потому что, ну, на самом деле, мы действительно хотели построить какой-то бизнес, где работали бы другие люди, а мы бы могли им управлять. Мы очень много обучались, ходили на разные тренинги. И это всегда очень опасная история, потому что с одной стороны ты вдохновляешься, с другой стороны ты можешь что-то взять, то, что тебе не подходит. И у нас длительный период времени были такие мысли о том, что как-то неправильно, что весь наш бизнес всегда построен непосредственно на мне. То есть получается, я как артист, который, ну, это называется, ремесленник. Любой бизнес-тренер, любой там певец, актер, то есть он работает, пока он на сцене, пока он перед людьми, когда он ежедневно там находится. И нам всем кажется, что если мы построим магазин, откроем там что-нибудь такое, там салон красоты, то это сможет работать без нас. Это такая очень глупая иллюзия, потому что тогда ты начинаешь зависеть от других людей. А зависеть от других людей – это крайне опасная история, потому что ты можешь, ну, как бы, ты можешь обещать своим клиентам видеть свой бизнес по одному, выстраивать маркетинг, да, считать, что в твоем бизнесе именно так, но твои сотрудники и людей, которых ты нанимаешь, не факт, что они будут отвечать всем этим требованиям, что они будут смотреть на этот продукт как на свой, а не просто смотреть, ну, типа, платите деньги. Но когда вы строите бизнес, вы понимаете, что зарплаты, они же берутся не из того, что вы добрый или злой, они идут из того, как строится ваш бизнес, как продают ваши продавцы, как вы можете запустить этот процесс. И, конечно, это очень, ну, непросто, да, то есть людям, наемным сотрудникам всегда кажется, что ты просто жлоб, например, потому что ты платишь им мало, то есть они не понимают, как все устроено, они не понимают, что их прибыль зависит от всего оборота, то есть они считают, что ты просто должен платить им деньги. И когда ты, например, объясняешь, что сотрудник может влиять на продажи, что флорист в зависимости от того, упакует он увядший цветок или не упакует, и вернется к тебе потом этот клиент или не вернется, от этого зависит тоже бизнес-модель. Но люди как бы этого не понимают. И получается, что мы столкнулись с тем, что нам надо было, у нас вообще была задача открыть не одну точку, мы хотели открыть хотя бы магазинов 5-6 для того, чтобы дальше продавать франчайзинг. Ну такая у нас была иллюзия. Мы видели, что есть либо очень дорогие флористические салоны, либо как бы ларьки. Мы хотели сделать нечто среднее, такой вариант, где все симпотно, классно. Мы придумывали очень много концепций, какие букеты должны быть, но опять-таки, как люди, не имеющие опыт непосредственно в цветах, мы многие вещи не учли. И когда мы заходим в какую-то нишу, нам всегда кажется, что, знаете, там все дураки сидят, и ты сейчас вот придешь и наведешь там порядок. То есть ты не понимаешь, почему есть некая цена образования, ты считаешь и думаешь, что они дураки, столько зацветыть и поставить денег. Я сейчас приду и я сделаю все нормально. Но ты не учитываешь очень многих вещей. Мы зашли с деньгами. У нас было на тот момент порядка 100 тысяч долларов, которые мы выделили на открытие бизнеса, на запуск. То есть мы заходили с деньгами в эту нишу. И эти деньги мы израсходовали где-то за год. То есть мы открыли несколько бутиков, но в чем был прикол? Прикол был не в открытии бутиков, потому что у нас не стояла задача открывать их дорого. Но все равно они дорого обходились. Достаточно аренда в торговых центрах, дорого стоила и сами холодильники, которые такие небольшие. Мы ставили островки в торговых центрах. Сам холодильник обходился 3-4 тысячи долларов. И то там были нюансы, потому что то в нем цветы портились, то еще что-то. Мы сообразили, у нас была команда, мы ее переквалифицировали, еще наняли дополнительных людей. И у нас работала очень приличная команда в офисе, достаточно дорогостоящая. То есть у нас был там старший флорист, который работал просто в офисе, разрабатывал коллекции. У нас был там продажник. Короче, было нормально. Мы потратились, здорово вложились в сайт. То есть продукт был сам по себе дорогой, и он имел смысл как бы в своей окупаемости, только если бы мы продавали франшизы. Потому что так, точка, ну максимально, сколько она могла приносить чистой прибыли, это тысяча долларов. Это при том, что нужно было с бубном плясать, чтобы столько приносить. То есть как мы в себе планировали в голове, и то, что получилось на деле, ну мы поняли, что мы просто о цветочном бизнесе мало знали. Очень много цветов портилось. Очень дорогой лид стоил в интернете. Мы в интернете неплохо продавали, но все равно это были дорогие лиды. Короче, мы понимали, что в итоге, столько, сколько мы пляшем вокруг этого бизнеса, ну эти деньги не сопоставимы с теми, ну которыми мы мыслим категориями, что просто этот бизнес так устроен, что в нем нельзя больше, что в нем можно больше, только если ты оптовик, если ты там выращиваешь. Ну это совершенно другая бизнес-модель. И когда мы просто это осознали, и плюс у нас все время была проблема с человеческим фактором, то воровали наточки, то воровали флористы, то вяли эти цветы. Короче, просто была какая-то такая история, от которой мы устали. И я первая как бы сказала, что, ребят, все классно, я пошла, короче, заниматься тем, что мне нравится. Хотите, выстраивайте это. И в какой-то момент мы просто поняли, что, ну, мы очень от этого устали, и никто не хочет этим заниматься опять-таки. И тогда мы приняли решение, что нам нужно с этим, ну, проститься, закрыть эту историю, желательно ее продать, потому что было вложено и много сил, и много денег. Мы там получили за нее, честно вам скажу, копейки, ну, то есть считайте, что это была благотворительность, но мы получили хороший опыт, в принципе. Я увидела, что мы реально хорошие маркетологи, ну, просто наш маркетинг в данной модели, это, знаете, мы как в ларек пришли с маркетингом. А для того, чтобы мы могли нормально разрастись, нужно было еще бахать очень прилично денег. А смысла особо в этом мы не видели, потому что нам неинтересна опять-таки была тема. Ну, то есть, вот как бы такие вот истории, это то, о чем я вам так немножечко рассказала. Поэтому мы продали другой компании, то есть мы выставили на продажу бизнес, и мы общались с разными флористическими компаниями, ее купила, а другая флористическая компания, вот у них есть несколько брендов, и они взяли себе еще бренд PinkBar. Вот как бы так это было. Чтобы просто была эта история, понятно. Так, все, с PinkBar закончили. Теперь поехали дальше в книжке. Мы разные. Это главное. Поэтому самое глупое, тупое и еще какое-то, это сравнивать себя с другими. Наша задача не стать чьей-то копиркой. Наша задача обрести себя. Мы почему-то этого не понимаем, и тем самым обрекаем себя на страдания. Конечно, нам зачастую помогают в этом и другие. Те, кто постоянно пытается сказать нам о нашем несовершенстве и рассказать о том, как хорош кто-то другой. Знали бы вы, сколько раз я слышала сравнение с тем, кого начинала ненавидеть всем сердцем. Меня хотели этим зацепить, и я давала это сделать. Это продолжалось ровно до тех пор, пока однажды я не начала задаваться главным вопросом. А я кто вообще? Вот я сама. Меня можно сравнивать с тем, кто занимается тем же делом, что и я. Но меня нельзя сравнить, как Ольгу Ермилову. Так я осознала, что я точно Ольга Ермилова. И все, что мне нужно, это разгадать собственный код. Найти ответ на вопрос, в чем мой кайф, в чем никто не сможет меня сравнить, потому что я сама буду точно знать, что это мое. Это и есть я, а значит, я несравненная. Это было очень крутое осознание. Оно раз и навсегда убило во мне желание и способность сравнивать себя с другими людьми. Но зажгло во мне безумное желание отыскать себя. Я читала много литературы, общалась с людьми. И в какой-то момент поняла, что очень важно заносить в особый отдел моего мозга то, от чего я получаю кайф. То, что приносит мне удовольствие. И я приступила. В начале я обнаружила в себе абсолютно крутейшую способность делиться своими мыслями через посты. Я легко могу написать до 10-15 текстов в день. И совершенно от этого не устаю. В день я писала 6 постов для различных имейлов. Мало того, я всегда делаю это легко, с кайфом и без всякой подготовки. Даже эту книгу я пишу сама, без начиток кому-либо. Просто мои мысли выливаются на бумагу. Как говорится, ручная работа. И да, я этим горжусь. В следующие моменты я обнаружила, что мощнейшие приливы энергии ко мне приходят во время выступлений перед аудиторией. Причем, чем более неподготовленное мое выступление, тем больше кайфа. В те периоды, когда работы было много и моя голова начинала буквально раскалываться, я в качестве отдыха просто садилась за руль и записывала видео на темы, которые придумывала прямо на ходу. Это, кстати, абсолютная правда. Я никогда не готовлюсь к своим видео, я никогда не прописываю тексты. Я просто сажусь. И чаще всего у меня есть какая-то мысль, одна ключевая. И я записываю так видео без дублей, без подготовки, без ничего. В какой-то момент увидела, что они имеют отклик и поняла, что это действие дает мне очень много сил. Ведь после часового катания я возвращалась в офис, словно после спа-процедур. В целом, было еще несколько моментов, от которых я реально получала и получаю удовольствие. К примеру, я очень люблю организовывать что-то масштабное, классное. И не имеет значения, что это – команда, новый бизнес или ивент. Просто мой мозг четко разбивает все на составляющие и понимает, где и какая скрипка должна играть. Ну да, я реальный дирижер. Когда я достаточно конкретно посмотрела на всю эту картину, мне стало более понятно, в какую сторону меня клонит. Но об этом немного позже. Не бойтесь задавать себе вопросы о том, кто вы. Это и есть самое важное – найти ответ, разгадать код. Это принесет вам невероятное облегчение и пусть не решит всех проблем, но однозначно подарит вдохновение и энергию. Сегодня я ни с кем себя не сравниваю. Сравнивать по профессии или по роду деятельности считаю глупым. Вы же не думаете, что не открывать кофейню только потому, что есть Starbucks с лучшим кофе в мире. Существуют миллионы производителей одежды, техники и другой продукции. Прекрасно, что люди находят собственное видение и возможности для того, чтобы это видение проявлять в массах. Так почему вы мыслите так мелко и постоянно сравниваете себя с другими? Сделайте себя несравненным. Пусть другие равняются на вас. Пусть они будут о вас говорить и мучиться тем, что вы такой классный. Если вы нашли дело, которое делает вас счастливым, вы нашли из себя. Это ли несчастье? Существует ли дно? Много раз в моей жизни мне казалось, что хуже быть не может. Впервые, когда муж сказал о том, что доходы от его бизнесов стали меньше в два раза. Помню, тогда я пыталась сосчитать, как нам теперь придется жить и в чем себе отказать. Потом они уменьшились еще вдвое. А спустя время мы еще должны были доложить деньги на реконструкцию и заплатить весьма немаленькие коммунальные расходы в его бизнесе. Понятие «дно» давно перестало для меня существовать. Нет никакого дна. Все это иллюзия. Поверьте, когда вам кажется, что все сильно плохо и хуже быть не может, это не так. Хуже может стать. Причем гораздо быстрее, чем вы можете себе представить. Только подумайте. Банальный инсульт может убить вас всего за несколько часов. Или сделать инвалидом. Что, страшно? Думаете, этого с вами никогда не случится? Представьте себе «может». Наблюдая такую историю буквально на своих глазах, я в один момент изменила отношение к собственному здоровью. Тот самый страх, который дал мне силы сделать то, к чему я так долго боялась подступиться. У жизни есть миллион способов вас выключить и показать вам новый уровень дна. Вы правда хотите воспользоваться этой возможностью? Не думаю. Что делать, когда вам кажется, что это конец? Во-первых, понять, что это не так. И выдохнуть. Не забывая при этом поблагодарить жизнь за уроки и возможность их извлекать. Ну и раз уж это ваше сегодняшнее дно, отталкивайтесь и всплывайте. Примите, наконец, решение все изменить. Возьмите и сделайте. Хватит ждать. Дно – это очень относительное понятие. И не стоит рассматривать его как начало или конец. Поэтому не ждите, пока достигнете его так же, как и не бойтесь этого ощущения. Просто в следующий раз, когда это понятие появится у вас в голове, задайте себе вопрос. Может, пришло время начать активно и всплывать? Включить веру, цель, мотивацию? Может, меня ждет какое-то крутое приключение? Поверьте, эти мысли дадут вам гораздо больше мотивации к действиям и точно очень крутые результаты. Кто же виноват? Так уж мы устроены, что постоянно ищем виновных в том, что у нас не получается. Не получается выстроить отношения с противоположным полом, потому что пол какой-то не такой. Не получается хорошо продавать свои товары или услуги, потому что рекламные площадки неэффективные и люди какие-то неправильные. Жизнь у нас сложная, потому что правительство дурацкое. Я, конечно, не могу не согласиться, что отчасти все так и есть. Вот только рассуждая подобным способом, я сильно сомневаюсь, что у нас получится преуспеть в этой жизни. Бесперспективное занятие, как по мне. Моя знакомая замужем много лет. У них с мужем есть ребенок, которому уже 14. Все это время они живут вместе. Пожалуй, это вся история. Он живет своей жизнью, а она своей. Их мало что связывает, и оба это понимают. Иногда они ненавидят друг друга, понимая, что каждый из них несчастлив. И лучшие годы своей жизни прожил именно с таким ощущением. Они даже не партнеры, скорее сожители. Но никто из них так и не решится разорвать этот союз. Почему? По той же причине, по которой большинство людей идет получать высшее образование, совершенно не понимая, кем хочет стать. По той же, почему родители считают, что главное, что должны их дети. Это хорошо учиться. По той же, почему люди работают всю жизнь на нелюбимой работе и ждут выходных, чтобы полежать дома, поесть жареную картошку и посмотреть пару сериалов или телевизионных программ. Все видно поверхности, и причина только одна. Боязнь взять на себя ответственность за свою жизнь. Боясь осознать, что у тебя есть, включая состояние твоего тела, зубов и мыслей в голове, только твоя заслуга, твой выбор. Это ты выбираешь быть таким и жить такой жизнью. И люди разные только по одной причине. У них разные предпочтения. Я родилась в самой обычной семье и много лет своей жизни прожила сначала даже без собственного угла. А потом, когда родители получили квартиру, такие чудеса еще были, я много лет жила без всякого ремонта и мечтала о том, чтобы положить кафель в ванной комнате, потому что мне было стыдно приглашать друзей. Мне было стыдно, как же это круто, потому что стыд стал моей мотивацией к действию. Мне было стыдно говорить, что я живу в спальном районе, стыдно показывать свою квартиру, стыдно каждое утро снимать, а потом подставлять дверцу от шкафа, потому что она была вырвана вместе с петлей, а я об этом забыла. Это реально правда. Ну, эти шкаф, он не открывался, а просто я дверь так вставляла, как бы, чтобы не стоял шкаф без дверцы, и потом ее так выставляла, чтобы она не падала, когда я лезла в шкаф. Меня душил этот стыд, и я страшно хотела вырваться. Я искала и стучала в разные двери, ну, так, как умела. Мудрые мужчины говорили мне, что я бриллиант, и кому-то со мной повезет. Глупые предлагали мне стать куртизанкой. Ну, проституткой, давайте, на русском языке. Мне не повезло лишь в том, что я сама была не глупа. Возможно, тогда мне не пришлось бы проходить такой путь, и я бы получила свои деньги другим способом. И в этом случае всем девочкам, которые наблюдают за мной и читают меня, я говорю лишь одно. Будьте достаточно глупы, чтобы не продавать себя таким мужчинам, и достаточно мудры, чтобы привлекать тех, кто будет ценить вас и давать возможность раскрыться. Так как деньги в чистом виде, никакое это не счастье. Счастье – это когда ты знаешь, кто ты и кого хочешь видеть рядом. Как изменить свою жизнь? Так же, как любой этап. Все начинается с принятия решения. И не говорите, что я понятия не имею, как это сложно. Имею. Потому что некоторые такие решения я принимала с 20 лет. Изменения – это то, к чему себя нужно готовить и приучать. Именно поэтому я яростно рекомендую читать вам «Зеланда», как по мне, самые лучшие книги об осознанности и своем месте в этом мире. Читайте. Лично меня в какой-то момент просто все достает. Настолько, что я понимаю. Пора менять. Так было перед встречей с моим мужем, когда я приняла для себя решение, что больше не буду вступать ни в какие отношения, кроме тех, которые могут быть серьезными. Забавно, но я была настроена так решительно, что ему дала от ворот поворот. Но он покорил меня решительными шагами. И я в очередной раз удивилась, как четко слышит меня Вселенная. С бизнесом я сделала так же. И буду делать столько раз, сколько буду понимать, что мне это надо. Многих из нас останавливает от изменений страх, что ничего не получится. А так, хоть что-то. Кто-то боится того, что подумают о нем другие. И знаете, я тоже раньше страшно волновалась на этот счет, пока однажды очень четко не осознала, что это моя жизнь, и только мне есть до нее дело. Что вряд ли стоит что-то делать или не делать, лишь потому, что кто-то может обо мне что-то сказать или не сказать вслух. И сегодня я поступаю так, как считаю нужным. Открываю и закрываю проекты, продаю их, меняюсь. Я делаю все так, лишь с одним главным критерием. Мои ощущения. Мне важно чувствовать себя счастливой и делать то, что приносит мне удовольствие, а не убивает и угнетает меня. Да, мы часто слышим, как предприниматели говорят о миллионах различных бизнесов. И якобы все они успешные, и все они успевают. Я не понимаю, как это работает. И не стесняюсь в этом признаться. И недавно мы с мужем осознали, что, к примеру, наша сфера бизнеса это, как ни крути, онлайн. Здесь мы чувствуем себя значительно уверенней. Мы умеем здесь работать и доставать отсюда деньги. Мы прекрасно используем свои навыки и умения. И главное, мы мобильны. Ведь работая онлайн, не нужна такая команда, как, к примеру, если у тебя есть ритейл. Если какое-то время назад я мечтала о том, чтобы иметь столько сотрудников, чтобы не знать их имен, то сегодня желаю все в точности, да наоборот. Именно тогда я приняла решение продать пинг-бар, наш цветочный бизнес. Потому что мы сделали его очень классным, но это не любовь. А он заслуживает, чтобы о нем мечтали и его любили. Развивали и лелеяли. Но я не люблю ритейл. Чтобы понять это, мне понадобилось запустить пару проектов, инвестировать в них пару лет жизни. Но я не жалею. Нет. Нет. Я получила крутейший опыт и смогла вложить в эти проекты все свои знания и умения. Мне жаль всего лишь одного. Но об этом я расскажу вам при встрече. Главное, не забудьте спросить. Итак, я вернулась в свой онлайн мир, чтобы иметь доступ к миллионам людей, чтобы помочь изменить мышление и отношение к миру тем, кто этого хочет. Кто-то может назвать это непостоянством. Я называю это гибкостью и мобильностью. И это круто. Круто для меня. Мне нравится знать, что я могу находиться в любой части земного шара и при этом иметь возможность зарабатывать деньги. Что не важно, где сижу я, а где моя команда, мировая сеть, вот наша бизнес-площадка. Поэтому я смело иду навстречу новому и точно знаю, что если не получится одно, то другое точно получится. Не может не получиться. Не знаю, удастся ли мне в этой книге подбадривать тебя, но знаешь, я рекомендую тебе мне поверить. Хотя бы попробовать. Чтобы стать стройным, нужно принять решение изменить модель питания. Разобраться с ней раз и навсегда, а не сесть на очередную диету и мечтать о том, что скоро она закончится, и тогда ты вернешься к прежнему образу жизни. Ты, конечно, вернешься, но и твои килограммы тоже. Со всеми остальными спектрами жизни дела обстоят так же. Ты не можешь стать смелым и уверенным на короткий промежуток времени, но если ты, конечно, не употребляешь алкоголь, и не можешь изменить свою жизнь и расстроиться, когда через неделю не увидишь значительного прогресса. Все начинается с первой ступени, и это само решение. А дальше должен следовать план, и начинается он со слов. А какой я хочу, чтобы была моя жизнь? Как удивительно, эту книгу я писала несколько лет назад, рерайтер жизни я запустила сейчас, и в очередной раз показатель того, что все логично в твоем пути. Очень прикольно. Давайте я остановлюсь, почитаю ваши вопросы, раз уже у нас с вами онлайн-общение. Так, зашла на минуту, не могу оторваться. Это прекрасно. Будем вас держать дальше. Тоже было стыдно звать гостей, когда не было кафеля. Но видите, вообще, момент стыда, он очень хорош. У меня момент стыда, например, за фигуру, за мое тело, позволил мне достаточно быстро прийти в форму и держать ее много лет. Момент стыда заставил меня переезжать, ну, как бы, вообще снимать квартиру, мотивироваться на то, чтобы я начала снимать квартиру где-то с 20 лет точно. Квартиры разные. Я пела в группе, и мы с девочками снимали разные квартиры, потому что я хотела жить в месте, где есть кафель. Вот, то есть, разные есть мотивации у людей, по-разному они строятся. Главное, чтобы вас это мотивировало. Зависть – это тоже мотивации. Так, кафель затронул. В YouTube служу четвертую. Так, прекрасно. Так, у вас это Черное море. Помню, как ко мне приходили рассылку на почту, я следила периодически и думаю, блин, как прикольно, какие слоганы, какая подача информации. Ну, благодарю. Вы можете сейчас задать вопросы, если есть. И я продолжу еще читать. На самом деле, вот этот момент по поводу того, как себя найти, это действительно очень важно вернуться в историю того, что вам нравится. Потому что, однозначно, ваш талант, он находится там, где вам нравится. Там, где вы, куда вас тянет. Знаете, как бы, побыстрее вот это закончить и к этому приступить. Вот, тут важно в себе покопаться. Потому что, так или иначе, человек может достичь успеха только в том, от чего он по-настоящему кайфует. А успех и деньги это, как бы, очень сопоставимые вещи. И если вы сегодня и просто не понимаете, вы знаете, что вам нравится, но вы не понимаете, как там деньги добыть, то это всего лишь вопрос консультации и, как бы, ну, разных вопросов к себе или к другим людям. Но, сто процентов, если вы любите медицину, но считаете, что вы там не можете заработать и поэтому решили продавать стаканы, но это, как бы, не тот путь. Вот вы просто это должны, как бы, для себя понимать. Поэтому я вот даже книжку свою сейчас вам вслух читаю и понимаю, что мой путь к тому, к чему я пришла в результате, он вот через все это шел очень логично. Так, вижу, что вопросов у вас ко мне нету, поэтому давайте почитаем. Дальше. Итак, не помню, я уже закончила, но давайте посмотрим. И начинаться он должен со слов, о какой я хочу, чтобы была моя жизнь, где и как я хочу жить, с какими людьми общаться, чем заниматься, как выглядеть. Все это очень взаимосвязано, ведь одно изменение цепляет за собой целый паровоз. Но поверь, это превращение и трансформация стоят тех усилий, которые тебе предстоит приложить. Не верь в то, что это будет быстрый и легкий путь. Это неправда. И перед тем, как получится, у тебя, скорее всего, 10 раз не получится. Это будет проверка, закалка и опыт. Но если твое решение твердое, ты обязательно это преодолеешь. И из каждого такого поединка будешь выходить все сильнее и крепче. Меняй свою жизнь, если она не нравится тебе. Меняй, если боишься и не понимаешь, что именно делать. Делай хоть что-то. Засмотри мой YouTube-канал Додыр. Смотри все, что будет тебя злить и мотивировать. Разгоняй себя, как можешь. И каждый день делай хотя бы один шаг к изменениям. И не важно, сколько тебе лет. Не важно, кем ты был до. Имеет значение лишь одно. Принял ли ты решение изменить свою жизнь и сделать ее другой. Десять лет я вырезала фотографию девушки, сидящей на шпагате. Еще больше я вешала на свою карту желаний девушку с плоским животом. А в какой-то момент я просто решилась на это. Взяла и просто пошла навстречу страхам. «Знаешь, самые свои страшные и тайные желания мы обычно не пишем в новогоднюю ночь. Нам даже страшно о них подумать. И мы прежде всего не верим, что найдем в себе силы, чтобы приступить к их выполнению. Взять и сделать. Часто мы даже не знаем, как. Но именно достижение этих желаний и делает нас гораздо сильнее и круче. и в корне позволяет нам изменить все, что нам так надоело. Изменить все просто. Главное, готовлю ты принять это решение прямо сейчас. Как только придет готовность, придет и все остальное. Как продолжать путь? Знали бы вы, сколько раз я разбивала коленки в кровь? Просто потому, что делала и не получалось. Я читала себе все мантры мира, а все равно не получалось. Самое сложное, когда проблемы начинаются везде. Они начинаются. Когда у тебя семейный бизнес и деньги не приходят ни к тебе, ни к нему, потому что канал один, и вы начинаете срываться друг на друге, злиться. Когда деньги есть у него, но он не поддерживает, а смеется и угнетает. Да, мальчики разные бывают. Взрослые девочки тоже не часто уходят от мужчин совсем не из-за денег, а из-за отсутствия банальной поддержки. Не зазорно быть любовницей, зазорно быть непринятой и оставаться без поддержки и понимания своего мужчины. В личных отношениях нас всегда спасало несколько вещей. Первое это разговор, откровенный и открытый, насколько мы могли себе это позволить. Второе это любовь, желание быть вместе. И все-таки как подниматься, когда нет сил? В какой-то очередной непростой момент я задала себе этот важный вопрос. А если я не поднимусь, если не найду в себе силы, радости жизни, то тогда что? Ну что тогда? И именно тогда я осознала, что жизнь это и есть этот путь, разный, с извилистыми холмами, что если бы не было этих спадов, не было бы и подъемов, и кто знает, возможно, я бы работала обычным продавцом в ларьке и тупо проживала эту жизнь. Я ведь счастлива, потому что у меня есть главное желание жить, развиваться, расти. Это осознание здорово меня встряхнуло. И знаете, сложно ведь не только от того, когда не получается, когда получается тоже сложно. Находясь на гребне волны, только кажется, что это круто и просто. Вы даже представить себе не можете, что значит быть на волне и быть на разрыв. Это огромный труд, хотя чего там скрывать, люблю я этот разрыв. Но помимо неудач в бизнесе или в жизни есть другая сторона, что нас выбивает. Это то, что говорят, а теперь уже пишут о тебе другие. Каждый гений старается высказать тебе свое «фе», дать совет, разобрать твое поведение, твою одежду и слова на запчасти. Лично я, выбирая тот путь, по которому иду осознанно, конечно, понимала, что так будет. Но знаете, бывают моменты слабости, когда тебе начинает казаться, что люди издеваются над тобой и специально находят одни темные пятна. и да, иногда это прибивает к асфальту, не убивает, но точно здорово притягивает. И снова тот же вопрос, и что, тебе теперь ничего не делать, остановиться, раз кто-то считает тебя слишком глупой, умной, красивой или страшной. Вот я сегодня получила комплимент, что я сегодня страшная. Даже всплакнула по этому поводу. Я знаю лишь одно и советую тебе запомнить тоже. Ни один нормальный человек не будет писать или говорить тебе, что ты ему не нравишься. Просто пройдет мимо. И если он акцентирует на это внимание, да еще и со словами, мол, я добрый, хороший и не со зла, у него явные проблемы с самооценкой. И он во что бы то ни стало хочет ее повысить, хотя бы банально прикоснувшись к тебе. Хотя прикосновение к тебе не может быть банальным, не так ли? Ты читаешь эту книгу, тебе интересно и значит ты уже не такой, как все. В каждый период подъема мне всегда очень хочется верить, что теперь ты точно не вернешься к прежней жизни и все будет по-другому. Но не факт, что это так. Каждый раз ты, безусловно, будешь закрепляться на новом уровне. Возможно покупать себе недвижимость, хорошую машину и путешествовать по миру, но это отнюдь не означает, что у тебя больше никогда не будет проблем с деньгами. У меня по-прежнему бывают моменты, когда бизнес съедает больше денег, чем приносит, когда ищешь, где бы занять денег и не можешь прокрутиться в какой-то период, так как твои расходы стабильно высокие, а доходы разные и отнюдь нестабильные. И представь себе, что все эти периоды тебе необходимо не просто подниматься, тебе нужно не упасть, а быстро и точно бежать, открывая по пути все возможные двери. Жизнь прекрасна, детка. Она прекрасна, когда ты не сдаешься и изначально принимаешь решение быть ее хозяином. Как бы смешно это не звучало. Помнишь, я уже сто раз говорила тебе о смелости принять ответственность за жизнь на себя? Тот самый случай. Запомни, нет ничего, что могло бы тебя сломить. Это твоя игра и тебя прислали лишь с одной целью. Сделать тебя сильнее и круче, чтобы подготовить к новому уровню. Ну так дерзай. Я знаю, что тебе хотелось бы прочитать о том, как кому-то было сложно, но он не сдался, а значит и ты сможешь. Но знаешь, какая разница, что делают другие? Большинство ведь сдается, а кто-то нет. Ты просто решишь, что хочешь делать ты. Какой ты видишь эту жизнь? И давай вперед. Пиши планы, ищи варианты их достижений. Позволь себе иметь все. Действуй и знай, сколько бы раз у тебя не получилось, ты так или иначе дойдешь до того одного, когда у тебя получится. А потом сделаешь это еще и еще. много тысяч раз. Научно доказано, что если ты однажды сумел заработать какую-то сумму денег, достичь определенного успеха, то ты сможешь сделать это вновь. Это как мышечная память. Поэтому главное это тренировки и попытки. И тогда ты обречен на победу. Сбивала ли я коленки в кровь? У меня даже есть шрам. Но именно они напоминают мне, чего я стою. И что нет такой силы, которая бы могла убить во мне дух этого победителя. Так что просто продолжай путь. И не задавай себе вопрос, как именно это сделать. Давайте на сегодня закроем нашу книжечку и с вами еще немножечко поболтам. Я ведь и без пепси. Я два дня на жесткой диете. Поэтому мне приходится. Так, попала сегодня с середины. вам повезло, потому что, Мария, вы можете уже все прослушать. Восхищаюсь тобой два года как личностью. Спасибо большое. Нет, мне сегодня о внешности сказал мой любимый мужчина, что я стремненько выгляжу, поэтому я обиделась больше. Все остальное это, как-то, знаете, можно пережить. Видимо, у него сегодня такое настроение. Все главы сохраняются, отвечаю, все главы можно найти в IGTV, на YouTube, поэтому да. Как преодолеть страх, что твой продукт никому не будет нужен? Но на самом деле этого никто не знает, будет ли он нужен? И самое главное, не знаете этого вы, потому что то, что говорят друзья, знаете, вот нельзя так открывать бизнес для друзей, поэтому вы сами должны быть готовы к тому, что вы попробуете, если вы сами в него верите, а дальше примите решение, мы не можем угадывать, мы можем даже понимать, что вроде он нужен, а потом начинать делать, и начинать уже что-то менять, или понимать, что мы проиграли. Самое передумать, вы ничего никому не должны, поэтому просто принимайте решение, берите ответственность на себя, не перекладывайте на других людей, потому что многие говорят ой, но мне же все говорили, что это нужно, а это на самом деле оказалось не нужно, ваша ответственность, рискуйте, ваши деньги, все ваше. Что лучше, не быстрые деньги на любимом деле, или быстрые на нелюбимом деле, тут вопрос, понимаете, такой, что нет денег и пойти дальше, почему нет, но как бы выстраивание своей жизненной стратегии, дело своего жизни на том, что вы не любите, но это типа как жить всю жизнь с человеком, который вы ненавидите, готовы ли вы, ради чего вы готовы, ну как бы глупо, да, отдать свою жизнь за это, поэтому сами решаете, после решения избавиться от лишних килограмм, как найти мотивацию, я уже в своем вести очень много лет нахожусь, у меня прыгает 2 килограмма и все, я вешу от 48 до 50, ну после рождения, единственный скачок у меня был после рождения Алисы, это было 8 лет назад, а так нет, я не худела больше, так, а как находить, ну в смысле, а что вам, купите, у меня размер XS, мне жалко покупать какой-то другой размер, вот и все, как бы держать себя, так, так, такомая дочь, как повысить самооценку, ну тут надо заняться вопросом, а кто вам ее понизил, тут нужно решать всегда с проблематикой, нужно разбираться в причинах того, почему у вас она занижена, решить эти вопросы, проработать эти программы, тут помогают медитации, всякие практики есть с психологами, отработка, то есть всегда надо понимать причину, для того, чтобы мы могли, это знаете, как залечить рану, когда, значит, чем заклеить рану, из которой все время идет кровь, надо сначала остановить кровь, так и здесь, вообще самооценка повышается, когда вы начинаете действовать, в любом случае, когда вы начинаете действовать, когда вы начинаете слушать себя, когда вы боитесь и идете навстречу своему страху, то есть вы понимаете, что для вас вот все то, что есть, это оставаться в этом сильно страшнее, чем пойти дальше, это как перейти на новые отношения, да, нужно понять просто, что в этих отношениях вы точно не хотите быть, там неизвестно, что, но здесь точно плохо, поэтому нужно бросать это, вот с самооценкой точно так же происходит, то есть меня сегодня сложно заставить поверить в то, что я там, не важно какая, кривая, косая, я уверена, что самая красивая девушка в мире, самая сильная, прекрасная, отважная, замечательная мама и так далее, меня в этом не разубедить, меня обижает только то, когда меня, ну как бы, близкие люди, говоря, зачем-то говорят мне неприятное, да, там осознанно или неосознанно, меня это просто, ну задевает по отношению к людям, а по отношению к себе я знаю, что я прекрасна, ну то есть, это такое внутреннее должно у вас быть, так или иначе, как написать первую страницу книги, приходите на рерайтер жизни и научимся, будем писать с вами, так, отважная, отважная, по поводу настроения, как вам удается сохранять мотивацию и боевой дух, когда хорошее настроение отсутствует, у меня никогда не отсутствует хорошее настроение, на самом деле, бывает такое, что оно достаточно ровное, в это время я просто занимаюсь, ну, либо тем, что надо заняться, да, включаясь, то есть, я стараюсь себя просто включить, это момент дисциплины, я понимаю, например, те вещи, которые приносят мне силу и энергии, ну, например, я сижу, и у меня не очень хорошее настроение, там, мне его испортили, мне нужно проводить прямой эфир, или мне нужно проводить тренинг, или мне нужно проводить медитацию, или консультацию, или что-то делать, там пойти, я просто включаюсь в работу и переключаюсь с этого, я не позволяю себе находиться в какой-то хандре, потому что я прекрасно понимаю, что это не мое состояние, я не люблю этого состояния, и поэтому это, знаете, как себя заставить меньше сидеть в соцсетях, просто отложить телефон, просто взять и отложить, иногда это нужно делать насильно, когда ты говоришь своему мозгу, эй, ты, у меня другие планы, я сейчас очень много занимаюсь разными практиками, я просто отключаю Wi-Fi, авиарежим, сотовую связь, если не вышла на улицу, не могу понять, что я не могу сториз загрузить, оказывается, у меня сотовая связь отключена с самого утра, просто потому что я все поотключала, чтобы у меня ничего, ну, как бы, поэтому это момент дисциплины, когда ты берешь себя за руки и точно так же отводишь от холодильника, или приводишь в зал, или включаешь утром тренировку, или заводишь будильник на 7 утра и говоришь, нет, ты не будешь уже в 9 вставать, ты будешь вставать в 7, почему? Потому что я так решила, это значит взять свой мозг под контроль, это стать хозяином своей жизни, это кто вам настроение портит? Ваш мозг, ваш мозг, вы ему позволяете, он же вами управляет, когда вы хотите жрать пятый тортик, это же не ваш желудок хочет, вы же понимаете это, это хочет ваш мозг, ваш мозг это ваш хозяин, он как сотрудник на работе, который считает, что это он управляет вашим бизнесом, это он так хорош, если бы он не отвечал на звонки, у вас бы не было бизнеса, поэтому вы должны быть хозяином, вы должны сказать своему мозгу, как своему сотруднику, хей, вейба, это ты на меня работаешь, это я буду тебе говорить, я не хочу сейчас хандрить, я сегодня утром себя неважно чувствовала, я думаю, ну подождите, я же владею техниками управления разумом, я села и 5 минут проговорила себе аффирмацию, 5 минут, клянусь вам, через 5 минут меня попустило, через 5 минут я была наполнена силой и энергами, клянусь вам, вот и все, практикуйте, так, как вы работаете со стрессами, что вас наполняет, у меня практически нету стрессов, если они появляются, я опять-таки использую какие-то медитации, какие-то практики, я все время практикую сейчас ментальные практики уже много лет, и это помогает, как правило, долго не происходит, а наполняет меня моя работа, мое действие, я люблю, страшно то, что я делаю, поэтому я, в общем-то, с вами в ежедневном режиме нахожусь, мне кажется, очень важно найти то, что тебе нравится, быть в своем ресурсе, все, ты отдаешь, я востребована, все прекрасно, скажите, на канале YouTube будет когда-нибудь видео о бизнесе строительства домов? Я не могу вам ответить на этот вопрос, но там что-то есть у нас какие-то эти видео в бизнес-шоу, что-то было на эту тему, я, как правило, снимаю видео те, которыми я живу сегодня, что меня сегодня волнует, об этом я как бы снимаю, либо рекламные видео, простите, тогда, когда что-то заказывают, и я могу это интересно подать своей аудитории, если не могу, то не снимаю, вы же никогда не увидели у меня ни о криптовалютах, ни о какой-то хрени, вот, я, если в это не верю, я не буду никогда об этом рассказывать и показывать. В игры играете? Конечно, игра, конечно, игра, ну, жизнь моя главная игра, вот, вообще нужно легко относиться ко всему. Значит, друзья, есть пару хороших новостей, я не помню, сегодня вторник, по-моему, в четверг я буду проводить еще одну открытую медитацию, мы еще об этом не рассказали, но приняли такое решение, что в четверг будет проходить еще одна медитация «Возвращение в детство». Кто не был, кто хочет попробовать, что это такое, приходите, это будет интересно. Я выложу сториз для тех, кто не проходил никакие у меня медитации, чтобы вы могли записаться, это бесплатно, а тех, кто уже проходил или оставлял свои данные, тому придет сообщение. И 1 мая у меня стартует «Рерайтер жизни», мой марафон, где мы будем писать с вами, изначально описывать книгу о вашей идеальной жизни, вот, и затем прорабатывать это все с медитациями, параллельно учиться программировать свое сознание, и затем уже активно практиковать ментальные практики для того, чтобы приучить, приручить свой мозг, сделать его своим реальным сотрудником, который не выделывается, а делает то, что мы ему говорим, для того, чтобы мы могли управлять силой разума и своей жизнью, и не быть жертвой в этой жизни, которую сказали «Сиди дома, не выходи без намордника, и ты теперь сидишь». Вот. Вы очень женственны, а как вы развиваете женственность? Спасибо большое. Тут, знаете, по-разному все говорят, я достаточно резкий человек, ничего не развиваю, просто девочка и девочка. Так, очень жду 1 мая. О, Катя, это прекрасно. Я уже тоже, честно говоря, жду 1 мая, у меня еще не закончился предыдущий поток, и, в общем, с ними начинается новая трансформация в клубе. Я, в общем, очень счастлива, то, чем я занимаюсь. Я вам благодарна, что вы слушаете книгу, потому что даже сейчас, ее перечитывая вслух, я понимаю, что все это было подготовкой к тому, чем я занимаюсь сейчас, и это очень круто. Находить себя – это очень важно, это совершенно новое ощущение жизни, это возможность чувствовать себя счастливым здесь и сейчас, это возможность не уставать, ну, уставать физически, конечно, но не задаваться вопросами, зачем я живу, все это бессмысленно, и у меня ничего не получится. У вас обязательно все получится. Ваша жизнь принадлежит исключительно вам, и только вы решаете, кто в ней будет, что в ней будет, где вы будете жить, с кем вы будете жить, просто поверьте в это, это реальная правда. Как только мы научимся управлять своим сознанием, как только у нас начинает это получаться, мы понимаем, что, блин, жалко только одно, что нас не научили этого с детства. Поэтому я не исключаю, что в каком-то будущем я начну делать тренинги для родителей, для того, чтобы мы понимали, как нам своих детей воспитывать, что в них закладывать, чтобы у них не было таких проблем, как у нас, и чтобы они изначально росли с другим пониманием жизни, им было сильно легче, интереснее, и они не были вот этими, как мы выпихнули со школы в институт, непонятно кем будь, потом с института, блин, иди работай, непонятно кем ничего, и в результате тетки-дядьки 20, 30, 40 лет мы, блин, жизнь не начинали, потому что мы вообще живем в какой-то чужой парадигме. Так, дарите энергию, благодарю вам, улыбайтесь сейчас, спасибо большое. Да, ну это просто моя фантазия пока, что пока я на своих детях это отпрактикую, будут у меня немножечко опытными кроликами, я уже тут начала с ними вести разные игры, поэтому, может быть, когда-нибудь к этому придем. Еще раз спасибо всем, что вы пришли, будет продолжение книги для тех, кто не смотрел, не читал, не слушал, точнее, первые пять частей Welcome, кто хочет книжную версию, у меня есть ссылка, бумажную, точнее, у меня есть ссылка в профиле, вообще ссылка в профиле есть, можете зайти, там есть всякие подарочки, бесплатные видосики, все мои каналчики, в общем, и, кстати, посмотрите, если вы не смотрели сегодняшнее мое видео на Ютюбе, последнее, оно, правда, интересное, классное. Так что спасибо всем, я вас люблю, благодарна вам, вы мне подняли настроение, всем хорошего вечера.